Вышла новенькая iOS 14.7 Beta 3. Я ее потестил еще в начале 9-го, ее накатил. Сейчас выкладываю вам видеоролик и делюсь всеми впечатлениями, как она работает, как с автономностью и стоит ли ее накатить. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика Moneybag. Сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneybag не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет. А вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneybag работает в рамках закона, пользуясь лазейками в договорах оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneybag по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Друзья, смотрите какая ситуация. Накатил я бета-версию, она работает бодро, стабильно, но накатывать я вам не советую по одной причине. Простая то, что это бета-версия. Зачем? В принципе. Если у вас есть какие-то проблемы с iOS 14.5 или 14.6 какая-то версия, вот именно 14.5, 14.5 или же 14.6, вы испытываете какой-то дискомфорт, вы не спешите окатить новое обновление, вы попробуете сделать жесткую перезагрузку по подсказке в видео, либо в описании под видео. Это действительно помогает вам сбросить эти ошибки, и ваше устройство перестанет греться, если у вас были какие-то проблемы. Либо же, более радикальным путем, это нужно переустановить iOS с помощью iTunes, зайти, сделать резервную копию, и обратно с ней уже восстановиться. Вы посчитаете память, сбросите весь ненужный кэш, все ошибки и, в принципе, получаете как с нуля устройство, но с вашими данными. То есть, по идее, не должен греться с этих двух вариантов. Пробуйте, все нужные ссылки будут закреплены. Что касаемо iOS 14.7 Beta 3, здесь нововведений как таковых нет, там 400 мегабайт у нас весит эта прошивка. В принципе, здесь ничего такого не описано, какие-то баги якобы в системе внутри подпиксены, исправлены, направлено все на автономность, потому что в 14.6 автономность убилась, а якобы, по сути, нам прибавили производительность. Но в реальной жизни этого не видно. Какие-то доли, миллисекунды, кому это, в принципе, интересно. Для меня лично важна автономность. А что для вас? Напишите в комментариях. Также хочу порекомендовать вам свой новый канал про спортбайк, который я приобрел. Зайдите, перейдите, первое видео уже есть. На момент, наверное, пока вы это все посмотрите, уже и будет второе видео. Будут годные советы, будем обмениваться разными данными, кататься с людьми по городам, по месту и так далее. В общем, круто, весело. Перейдите, обязательно посмотрите этот канал и, конечно же, подпишитесь. Что касаемо данной прошивки, я вам не советую накатывать. То есть, если хотите, конечно, можете накатить. Что касаемо iOS 15, почему нет первой беты, моего мнения, взгляда и так далее. Это та же iOS 14, ребята. По сути, вы также сами можете на нее откатиться и перекатиться еще, пока доступна у нас iOS 14.6. Потом уже вы не сможете. То есть, вы тоже должны понимать, что есть срок, максимум две недели дается после релиза предыдущей версии. Возможность откатиться назад. Допустим, вот сейчас есть iOS 14.6, значит, iOS 14.5.1, которая была. Мы сможем откатиться там спустя неделю или две. Нужно смотреть. Тоже есть ссылочка, закрепленная в описании под видео. Вы все можете прекрасно с этим ознакомиться. В общем, вот как-то так, друзья. Если вам была полезная информация, ставьте лайк. Не подписались на канал? Подпишитесь. Прожмите колокольчик, чтобы не пропускать новое видео и получать уведомления об этом первыми. Делитесь ваше мнение в комментариях. Для меня это будет очень интересно. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин